За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 140 происшествий. Из них 11 преступлений, 6 из которых раскрыто. По 5 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Прилучено к ответственности 33 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. С 28 ноября 2016 года до кончания убойной кампании на территории Ненецкого автономного округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Тропа-2016». Фактов незаконной охоты не выявлено. В целях предупреждения преступлений и правонарушений, совершенных иностранными гражданами, а также в отношении них, с 21 декабря 2016 года по 25 декабря 2016 года проведены оперативно-профилактические рейдовые мероприятия, по итогам которых проверено 19 адресов проживания иностранных граждан, выявлено 9 административных правонарушений. В целях пресечения грубых нарушений правил дорожного движения водителями при перевозке пассажиров, 23 декабря 2016 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пассажир», в ходе которого проверено 107 транспортных средств, выявлено 9 административных правонарушений. С 20 по 30 декабря 2016 года в преддверии новогодних праздников на территории Ненецкого автономного округа сотрудниками полиции проводится профилактическое мероприятие «Ель». Данное мероприятие направлено на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконной вырубкой хвойных деревьев. Ни для кого не секрет, что в новогодние праздники каждый житель округа хочет видеть в своем доме символ Нового года ель. Чтобы сэкономить свои деньги и не покупать ель у продавца, имеющего на это соответствующие разрешительные документы, некоторые недобросовестные граждане берут топор и идут в лес за елкой. Но не каждый житель округа знает, что за незаконную вырубку деревьев без оформления соответствующих разрешительных документов предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Стражи порядка призывают жителей округа, если у вас есть какая-либо информация о незаконной вырубке лесных насаждений на территории Ненецкого автономного округа, незамедлительно сообщать дежурную часть полиции по телефону 421-26 или по телефону доверия 421-52. Анонимность гарантирована. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу установлена личность гражданина 1995 года рождения, совершившего в ночь с 9 на 10 декабря текущего года кражу 30 литров бензина из деревянного сарая в селе Ома путем срыва навесного замка с двери. По факту кражи сотрудники полиции проводят предварительную проверку. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу проведено очередное рейдовое мероприятие по выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного вылова водных биологических ресурсов в акватории реки Печора Ненецкого округа. В ходе рейда на реке Печора 23 декабря 2016 года в районе Среднего Шара и в трех километрах от деревни Куя два жителя округа осуществляли незаконный вылов водных биологических ресурсов. На месте происшествия сотрудниками полиции изъято около 8 экземпляров рыбы и 3 рыболовной сети. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Уважаемые жители округа, сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу напоминают вам, что за совершение преступления по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча, вылов водных биологических ресурсов» предусмотрено максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев. В целях упрощения порядка оказания государственных услуг граждане могут пройти регистрацию на едином портале государственных услуг и воспользуются всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документа оборота без потери времени. Если вы цените свое личное время, либо не имеете возможности свободно распоряжаться своим временем, у вас есть возможность получения государственной услуги с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» – госуслуги.ру. С предоставляемыми в электронном виде государственными услугами можно ознакомиться на официальном сайте Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу. В разделе «Для граждан» рубрика «Государственные услуги». Информацию о государственных услугах можно получить на сайте www.gosuslugi.ru и на официальном сайте Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу. В разделе «Для граждан» далее «Государственные услуги». При возникновении вопросов можно позвонить по абонентским номерам 8-818-53-423-63, 456-96 или 438-48. Либо направить обращение по адресу улица Ваучейского, 13, город Наринмар, 166-300 на адрес электронной почты mvd83-sobaka-mvd.gov.ru На официальном сайте Управления функционирует рубрика «Прием обращений» или «Обратная связь». Телефон доверия полиции 8-818-53-421-52. Круглосуточно. В Ненецком автономном округе стартовала всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу совместно с членами Общественного совета при Управлении Министерства внутренних дел в преддверии новогодних праздников и в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» посетили новогодний утренник, состоявшийся в подшефном специализированном доме малютки. Малыши водили хороводы с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и сказочными героями, играли в детские развлекательные игры и получали сладости. Уважаемые жители Ненецкого автономного округа, дежурная часть полиции в праздничные дни будет работать в штатном режиме. Уважаемые граждане, информируем вас, что отдел по вопросам миграции будет работать 30 декабря 2016 года с 9 часов до 13 часов, с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года – выходные дни. Регистрационный экзаменационный отдел ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу будет работать 3 и 4 января 2017 года с 9 часов до 17. Перерыв на обед с 13 до 14. И 5 января с 9 часов до 13 часов. Стражи порядка поздравляют всех жителей Ненецко автономного округа с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Желают, чтобы новогоднюю ночь сбылись все ваши самые заветные мечты. И чтобы не обращать в себе новогодние праздники, необходимо не нарушать общественный порядок и соблюдать правила дорожного движения. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны, берегите себя.